Эта зима в официальной повестке Дворца Независимости выдалась кадровой. Новые руководители назначены в районные и областные администрации, управделами и администрацию президента, в дипкорпус, силовой блок и министерство, на предприятия и в учебные заведения. Сегодня назначения продолжились в структуре Комитета госбезопасности и в Министерстве внутренних дел. В обоих ведомствах были вакантны места первых заместителей руководителей. Перед назначенными сегодня замами президент поставил ключевые задачи четко, разграничивая при этом функции КГБ и МВД. Однако некоторые требования все же общие. Это системная борьба с коррупцией, сохранение преемственности и исключение круговой поруки. Главные критерии при назначении это профессионализм, который не должен зависеть от того, знаком ли соискатель с руководителем. На этом президент сделал акцент. Все подробности у Игоря Тура. Утром точную информацию, кто и на какие должности будет назначен, знал, пожалуй, только президент. Приходилось применять уважаемый среди силовиков дедуктивный метод. Правда, кого-то из генералов во Дворце Независимости встречаем часто, некоторых полковников, видим, реже или вообще впервые. Но что объединяет в кадровой сфере МВД и КГБ? И в министерстве, и в комитете до сегодня не было первых заместителей руководителя. Глава администрации президента, генерал-майор, как раз и перешел. На эту должность с позиции первого зама Валерия Вакульчика для начала представил Геннадия Казакевича. Почти три года тот возглавлял управление по наркоконтролю и противодействию торговли людьми. Сейчас его предложили на должность первого заместителя министра МВД. А на позицию первого замглавы КГБ, она вакантна как раз с назначения Игоря Сергеенко в администрацию, претендовал Сергей Теребов, начальник управления комитета по Гомельской области. Александр Лукашенко выслушал биографии и для начала спросил у Андрея Равкова. Госсекретариации кандидатуры прошли? Данные кандидаты проверены. Каких тут препятствующих назначения обстоятельств нет, товарищ президент. Валерий Павлович, вы уверены, это же ключевые фигуры в комитете? Так точно. Мы исходили из того, что должны быть решительные руководители, способные восславить работу на своем участке. Вы, Юрий, как считаете? Из всех, кого я за 8 месяцев перебрал через себя, это юридически наиболее грамотный офицер. Вообще раньше в практике назначения на должности первых заместителей глав силовых ведомств не было замечено обязательного приглашения их руководителей. Валерий Вакульчик и Юрий Караев, вероятно, и сами удивились своему визиту во Дворец независимости сегодня. Позже о причинах такого решения расскажет сам президент. Но помимо их и не только характеристики ходатайств, Александр Лукашенко лично беседует с претендентами. В криминальной милиции наркотики и торговля людьми – это главное или, может быть, есть другие направления более важные? Безусловно, количество преступлений по линию уголовного розыска больше. Вот что у вас будет самым главным направлением в криминальной милиции? Борьба с коррупцией. Мы должны поставить эту работу на системную основу для того, чтобы не заниматься так называемой бытовой коррупцией, а заниматься деловой коррупцией, которая наносит наибольший вред правоохраняемым интересам, прежде всего, государства. Это и госзакупки, и государственная пара. А еще? 70% преступлений – это по линии уголовного розыска, это преступления против собственности и имущества граждан. То есть я вот вас к этому и подводил, чтобы задать вам вопрос. Вы достаточно здесь профессионально, извините за то, что я задаю вам этот вопрос? Я проходил службу в должности начальника следственного управления города, и мы расследовали все преступления, в том числе и уголовного характера. Затем работал в службе БЭП и занимался экономикой и коррупцией. Соответственно, оперативно-рискная деятельность, она одинакова для всех подразделений криминальной милиции. Безусловно, специфика есть. Буду вникать в нее и организовывать работу. То есть это для вас не новое направление? Никак нет. И дальше ключевой тезис президента по кадровой работе в ведомствах, ради которого в том числе и были приглашены главы КГБ и МВД. Сегодня это касается силовиков, но алгоритм взять на заметку стоит и другим министерствам, скажем так, гражданского профиля. Для меня очень важно, чтобы вы понимали, что ваши первые заместители должны как минимум быть, если вдруг вас по должности передвинут на другое место, возглавить ведомство, КГБ и МВД. По сути дела Сергей Евгеньевич показал не просто занимался, а хорошие результаты на разных должностях. Он прошел ступени. Это штучный, можно сказать, товар. Понятно, спасибо. Я так полагаю, что... Так точно, абсолютно так. С таким прицелом. Ну, я думаю, что и в госсекретариате рассматривали с таким прицелом эти кадры. Так точно, над землей и на перспективу. Ну, посмотрим. Пояснив, как стоит подходить к выбору заместителей, Александр Лукашенко обрисовал, чего делать не нужно. На примере Юрий Караев выходец из внутренних войск. Вероятно, там есть знакомые ему достойные кадры, которым лично он готов доверять и даже предрасположен. Но комфорт руководителя не приоритетен в выборе своего первого зама. Мы же говорим, свежая кровь, свежая кровь. Ну, так давайте людей назначать профессионалов или со стороны, чтобы не было круговой поруки. Кадры должны обновляться, но ни в коем случае не тащить за собой шлейф тех людей, с которыми ты когда-то служил. В госсекретариат направляйте, в правительство, в администрацию, если они толковые. Если они толковые, рекомендуйте их, боритесь за них. Но не надо под себя их тащить. Внимательный зритель наверняка заметил в кабинете еще одного полковника. Александр Мельников еще вчера руководил управлением собственной безопасности КГБ. Теперь он возглавит управление комитета по Гомельской области. Следовательно, в самом комитете вскоре появится новый глава ОСБ. Что же касается первых заместителей двух ведомств, они говорят, президент задачу поставил четкие, потому и принято к исполнению. Должность первого заместителя председателя КГБ, она предусматривает решение задач исключительной компетенции КГБ, в числе которых это организация контрразведывательной деятельности, борьба с терроризмом, ну и ряд иных задач. С учетом этого было конкретизировано направление работы. Фактически каждый год он носит свои коррективы. В целом обстановка стабильная, контролируемая. Необходимо учитывать все-таки и транзитный характер нашей республики. В структуре преступности в Республике Беларусь львиную долю занимает так называемое общеуголовное преступление. Кражи, грабежи, разбои, посягательства на жизнь и здоровье наших граждан. За последние несколько лет, благодаря усилиям не только МВД, но и всех заинтересованных, наметились положительные тренды в снижении количества именно этих преступлений. Мы должны всячески их поддерживать и укреплять. Но, возвращаясь к тезисам президента и гарантиям глав КГБ и МВД, руководитель столь высокого уровня должен не только исполнять, но и сам принимать быстрое и правильное решение. На такие кадры сегодня особый спрос. Игорь Тур, Александр Зонов, Наши новости ОНТ.